Итак, друзья, был выпущен новый отчет земельного департамента за второй квартал 2023 года. Это официальные данные, статистика сделок за апрель, май, июнь 2023 года в городе Дубай. И сегодня мы с вами прочитаем этот отчет, на основе которого можно сделать ряд интересных выводов, а также прогнозов поведения инвестора на ближайшие несколько месяцев. Итак, поехали, будет интересно. Итак, давайте перейдем на экран, и я вам покажу несколько слайдов и картинок с цифрами о тенденциях, а также статистике рынка. Второй квартал 2023 года было зарегистрировано 30264 сделки. Это меньше на 2,1% по сравнению с первым кварталом, но при этом со вторым кварталом 2022 года мы фиксируем значительный рост порядка 35%. Обратите внимание, что количество сделок по строящемуся жилью и по жилью, которое уже готово, распределяется по доле 53 и 47 соответственно. То есть небольшое лидерство, скажем так, захватили сделки, и их некоторым образом больше на рынке строящегося жилья. При этом по готовым объектам мы видим, что рост также сохраняется и к первому кварталу. Но давайте поговорим об общих цифрах. Смотрите, что интересно. Интересно то, что, несмотря на то, что я много уже говорил о том, что у нас есть очень острая нехватка и высокий спрос на виллы, мы видим, что как к прошлому году, так и к первому кварталу 2023 года упали количество сделок по виллам. При этом мы видим существенный рост, особенно ко второму кварталу 2022 года, по коммерческим зданиям и помещениям и апартаментам. Посмотрите, второму кварталу 2022 года рост составил полтора раза. Если мы посмотрим на рынок строящегося жилья, то это целых 74%. Что касается объема в деньгах, обратите внимание, что это огромная цифра, 91,2 миллиарда дирхам. Это общий объем рынка во втором квартале, чтобы перевести это в понятное измерение, это 24,8 миллиардов долларов сделок за второй квартал. И если мы спускаемся еще ниже и посчитаем, сколько в день было сделок, в день фиксировалось практически 25 миллионов долларов. Что с ценами? Это очень интересно. Выросли цены на виллы. Обратите внимание, что к второму кварталу 2022 года существенно выросли цены как на строящиеся виллы, так и на готовые виллы. Наверное, именно поэтому и снизился спрос с точки зрения количества транзакций. В принципе, если мы смотрим на какие-то негативные тренды, то незначительное падение идет по готовым квартирам и по квартирам, которые находятся в стадии строительства. Также здесь есть сравнение цен на квартиры с 2014 годом. Это предыдущий пик, который был достигнут рынком Дубая. Мы видим, что к тем значениям рост все равно продолжается. Любопытно посмотреть на среднюю цену за квадратный фут, потому что, конечно же, на мой взгляд, это является более объективным показателем. Мы видим, что цены ко второму кварталу подросли, то есть произошла такая инфляция за исключением строящегося жилья. На мой взгляд, это можно объяснить тем, что в последнее время, и в частности во втором квартале 2023 года, на рынок строящегося жилья вышло огромное количество проектов с малым бюджетом. Это вообще характерно за последнее время. В Дубае все больше и больше развивается новых территорий, таких как, например, Арджан, из последнего района, в которых выпускается относительно недорогое жилье до 150-130 тысяч долларов. Наверное, даже так. Поэтому, конечно, это влияет на среднюю стоимость квадратного фута, который, как мы видим, упал по сравнению со вторым кварталом, аналогичным периодом 2022 года. При этом по всем остальным типам недвижимости мы видим существенный рост, особенно что касается вилл. Любопытно обратить внимание на территории. Произошел небольшой сдвиг по распределению спроса. И если раньше по количеству сделок был впереди JVC, то сейчас по количеству сделок этот район опередила Дубай-Марина. И даже несмотря на то, что средняя цена недвижимости там выше, количество сделок в этом районе существенно приросло к первому кварталу. И таким образом Дубай-Марина у нас номером один. Значит, теперь, что касается объема. Вы видите, безусловным лидером по количеству в денежном эквиваленте объема сделок занимает та же самая Дубай-Марина. И следом, с большим достаточно отрывом, идет Бизнес-Бейт, Дубай-Хиллз и JVC. Это любопытная динамика средней цены за квадратный фут на протяжении второго квартала, каждого второго квартала каждого года. То есть, вот это квартал второй 22-го года, это второй квартал второй 21-го года и так далее. Мы видим, что также, согласно этому графику, рост цены сейчас идет только вверх. И в продолжении, кстати, хотел обратить внимание на вот этот интересный цветастый пирог, продолжение разговора о том, какие же сегменты и какие чеки сейчас превалируют. Обратите внимание, что львиную долю рынка заставляют сделки, которые имеют стоимость меньше миллиона дирхам. Если мы присовокупим сюда сделки, которые находятся в диапазоне между одним и двумя миллионами дирхам, подчеркиваю, дирхам, то их совокупная доля составляет 61%. То есть, абсолютно большую часть рынка занимают сделки с диапазоном до двух миллионов дирхам. Обратите внимание вот на также динамику второго и первого квартала. Здесь показывается количество транзакций. Я хочу обратить внимание вот на следующий фактор, на следующий момент, что в 2023 году мы видим, что количество транзакций не увеличилось, даже незначительно произошло изменение вниз, то есть минус 2%, что мы не видели в прошлом году, когда второй квартал существенно подрос. Произошло это за счет офф-плана в первую очередь, потому что если мы посмотрим на готовую квартиру, там, хаузу, вообще готовую недвижимость, то по ней как раз-таки рост достаточно стабилен, но он практически равен тому росту, который был и в прошлом году. Таким образом, в целом, этот отчет и эта диаграмма в том числе повторяют мои выводы, которые я сделал раньше о том, что объем продаж не замедлился скорее, он просто сам чек стал меньше, поэтому, естественно, выручка, то есть объем продаж в деньгах, это показатель не вырос. Вот, значит, интересно, мне нравится раздел по топ-проектам, которые имели самый большой чек во втором квартале. Далее мы видим, что наиболее дорогие апартаменты, то есть квартиры у нас находятся на первой береговой линии Island 2, это район Булгари, Джумейра Бейл, это тоже район Булгари. Мы видим, что здесь квартиры продавались, рекордные сделки во втором квартале за 137 и за 122 миллиона дирхам, если мы переведем это в доллары, чтобы просто иметь представление, то есть это 37 и 33 миллиона долларов, соответственно, за квартиру вот на этом полуострове. Далее идет третий Sixth Census, это еще объект, который на самом деле до конца не построен на Паум Джумейре. Что касается вилл, то здесь как раз ситуация обратная, и виллы, которые показали рекордные чеки во втором квартале 2023 года, они все находятся на материке. Район Эмерис Ливень, который очень зеленый, но находится, мягко скажем, не близко, а у моря. МБР Дистрикт 1, это район, также располагающийся в отдалении от первой береговой линии, он находится на широте Шоба-Хартланд, и находится за районом Бизнес-Бэй, Даунтаун. Здесь вилла продалась за 90 миллионов Адирхам, что примерно 20-25 миллионов долларов. Как ни странно, третью позицию заняла вилла за 82 миллиона Адирхам в Дубай-Хиллз. Вот, собственно говоря, общие цифры. Что я хочу сказать, что, конечно же, сейчас мы видим, что в связи с таким большим наполнением рынка, недорогим чеком, конкуренция в этом сегменте выросла, что показывает и невысокую динамику в денежном эквиваленте второго квартала. Из этого можно сделать вывод такой, что наиболее ликвидными остаются для перепродажи и для инвестиций объекты, находящиеся в другом ценовом сегменте. И если ваши цели инвестиция с целью перепродажи, если вы хотите взять действительно уникальный проект, то я рекомендую рассмотреть объекты более 2 миллионов Адирхам под так называемый флиппинг, под перепродаж. Конечно же, если ваша тактика арендная инвестиция, то, в принципе, можно подобрать объект практически любого бюджета. Просто необходимо будет более, так скажем, внимательно подойти к подбору объекта и прогнозу арендного дохода в нем для того, чтобы добиться хорошего показателя доходности от вложенных средств. И показатели 7-8-9% годовых от вложенных средств от аренды, можно, в принципе, их добиться объектами, которые находятся и в эконом-сегменте. Просто надо сделать правильный выбор. Таким образом, наверное, на этом все. Не буду загружать слишком большим количеством фактов и цифр. Если у вас будут вопросы, обращайтесь, я углублюсь в некоторые цифры, параметры, и мы сможем с вами продолжить диалог в соответствии с вашим вопросом. Мои контакты указаны в описании к этому ролику. Всего хорошего. Надеюсь, это видео было полезным. Если так, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До свидания.